Всем привет! В эфире информационная программа «Ваши шоу плюс» на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. С вами Маргарита Кчанович. Фронтмен группы «Наутилиус Пампилиус» Вячеслав Бутусов выступит 7 июля в Прайм-Холл. Его камерные концерты в Минске «Большая редкость», которая станет отличным подарком ценителям его творчества. 7 июля, 19.00, Прайм-Холл. Долгожданный сольный концерт одних из самых ярких представителей русского рока. «Три дня дождя». В программу войдут все полюбившиеся хиты и невероятная атмосфера, которая останется в твоей памяти на всю жизнь. «Три дня дождя» впервые. 9 июля в клубе «Брюги», 19.00. «Купалье». Александрия собирает друзей. Гала-концерт. Есть на что посмотреть. 9 июля, 21.00. Деревня Александрия, город Шклов. «Фестивальное лето». «Фестиваль Open Air. Ритмы лета 16+. Концерт современной музыки на новой локации фестиваля. Зрители ожидают выступления популярных исполнителей. Хеймси, Галибри и Мавик, Иван Сданюк, Верби, Эмма-Эм, Крис Янг, Броня, Небезау и других. Тут будут звучать только самые актуальные треки. «Концертный зал Витебск». «Фестиваль Open Air. Ритмы лета 16+. 16 июля, начало в 00.30». «Фестивальный Open Air. Витебск. Дэнс Найт 16+. Ночная дискотека с участием диджеев из Белоруссии и России на новой локации фестиваля. На славянском базаре Витебске есть место и электронные музыки. И диджей Грув, Артстон, Лавридес, Смоки Ди, Диджей Клауд, Диджей Ди Миксер, Си Бразерс. Нам это докажут. «Концертный зал Витебск». «Фестивальный Open Air. 17 июля, начало 00.30». «Вива Браслов». «Главный музыкальный уикенд страны». Концентрация спорта, драйва, красивых мест, позитивных людей и огромного количества отличной музыки. Один из крупнейших Open Air Белоруссии, проводящийся летом на территории национального парка. «Брасловские озера» на северо-западе страны. В этом году лучший летний уикенд страны встретит тебя с двухдневной музыкальной программой и непередаваемой атмосферой пляжного отдыха. Крупнейший живописный кемпинг, обильное разнообразие фудкортов и зон развлечений сделает ваш отдых комфортным и запоминающимся. Возрастное ограничение в дневное время 0+, после 23.00 – 18+. Город Браслов, 29-31 июля. Диско-хит в дудутках. Жаркая дискотека на открытом воздухе. Обилие танцевальной музыки трех эпох 90-х, нулевых и нового времени. Огненное и световое шоу. Битвы на поедание драников и много других не менее зрелищных развлечений. Деревня Птичь Пуховичского района Минской области. 25 июня с 19.00 до 23.55. Впервые в Бобруйске. Dance Night. Open Air с топовыми диджейами России и Беларуси. Самое модное направление современной танцевальной музыки в ночном марафоне, который начнется сразу после праздничного салюта. 25 июня, 23.30. Открытая площадка Бобруйск-Арена. С вами была Маргарита Качанович с информацией о предстоящих концертах. Погода в период с 27 июня по 3 июля. По мнению синоптиков, средняя температура в июле днем будет около 27 градусов. Ночь уже средняя температура будет на уровне 19 градусов. При этом максимальная температура в этом месяце 32 градуса, а минимальная – 13. На протяжении июля в Минске ожидается переменная облачность, а дней с возможными осадками – 12. С вами Елизавета Станкевич. В течение недели по прогнозу синоптиков ожидается В Минске днем в среднем до 24 градусов, ночью до 16, в течение недели малооблачно. 3 июля возможен небольшой дождь. В Гомеле днем в среднем 26 градусов, ночью до 17, малооблачно. В Гродно днем в среднем до 24 градусов, ночью до 15, малооблачно. В Могилеве в течение недели днем в среднем до 24 градусов, ночью до 16, в течение недели малооблачно дожди. В Витебске в течение недели днем в среднем до 26 градусов, ночью до 16, в течение недели облачно дожди. В Бресте днем в среднем до 28 градусов, ночью до 17, в течение недели малооблачно. С вами была Елизавета Станкевич с прогнозом погоды на неделю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще один плюс сухого маникюра в том, что его очень просто сделать дома. Лови несколько лайфхаков, как добиться идеальных и ухоженных ногтей всего за полчаса. Субтитры делал DimaTorzok Теперь пришло время заняться кутикулой. Нанеси на нее специальное средство, которое смягчит ее и подержи минуту. Благодаря тому, что в таком средстве содержатся фруктовые кислоты или экстракт элоя, кутикула удаляется легко и бесследно. Для отодвигания кутикулу используй тупой конец деревянной палочки. После этого этапа тебе необходимо обработать ногти с помощью ватного диска, чтобы убрать остатки средства. Далее нанеси на кутикулу немного масла, придай ногтям нужную форму с помощью пилочки, а дальше можно приступать к покрытию лаком, гель-лаком, наращиванию и другим декоративным процедурам. Румянец на ногтях Корейские мастерицы маникюра продолжают удивлять нас своими идеями дизайна ногтей. В этот раз социальные сети наполнились фотографиями маникюра с румянцем. Да-да, ты не ослышалась, все правильно. На ногтях рисуют узор, который напоминает то ли естественный румянец, то ли растушеванные на щечках румяна. На английском тренд называется check nails, то есть ногти, напоминающие щечки. Давай посмотрим, что же это за дизайн и как его носить. Классический маникюр с румянцем Классический маникюр выглядит как розовые кружки с очень мягкими границами, нарисованные в центре ногтей. Чаще всего такой дизайн делают на коротких ногтях. На них он смотрится милее и нежнее, чем на длинных. И не забудь покрыть все глянцевым топом. С ним дизайн выглядит как щеки, которые сияют от всех нанесенных на них слоев корейской системы ухода за кожей. Маникюр с румянцем плюс голубой френч. Удивительно, но самое любимое сочетание кореянок это розовый румянец на ногтях с голубым френчем. Именно так большинство девушек носит этот маникюр. Но согласись, такое сочетание выглядит очень круто и стильно. Маникюр с дизайном в стиле металлик. Легкие серебристые линии идеально дополнят румяный маникюр. Смело дополняй ими этот корейский дизайн, если любишь блестящие ногти. Лайфхак. На каждом ногте рисуй разные линии, чтобы дизайн смотрелся не банально. Маникюр с румянцем плюс фиолетовый френч. Фиолетовый френч еще одно красивое дополнение к маникюру с румянцем. Дополняй розовые кружешки на ногтях любыми светлыми оттенками фиолетового. Лиловый и лавандовый смотрятся круче всего. А вот цвет сливы или баклажана оставь для других маникюров. Темным лаком не место в этом тренде. А на сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих выпусках. С вами была Марго и Бьюти Шоу. С вами Марина Базилюк и гороскоп на неделю. Неделя обещает быть жаркой для всех знаков зодиака. Одним звезды сулят страстное свидание, а другим много работы, которая совсем скоро принесет плоды. Узнай свой гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля прямо сейчас. На этой неделе овны будут полностью поглощены рабочими и профессиональными делами. Звезды очень настоятельно советуют возобновить связь с теми людьми, с кем в прошлом у вас были хорошие рабочие отношения. Вполне возможно, что они смогут предложить вам новое сотрудничество на очень выгодных условиях. Вас буквально будет переполнять энергия, которая будет копиться еще очень долго. А пока что старайтесь чаще выбираться на спорт или хотя бы в долгую пешую прогулку. Физические нагрузки вам сейчас просто необходимы. Тельцы. На этой неделе единственное, что может вам помешать, это некоторая неопределенность. Вы точно знаете, чего хотите, но эти дурные сомнения ваши и окружающих заставляют притормозить с решением задач. Кстати, это время просто идеально подходит для развития интуиции. Учитесь прислушиваться к себе, своим ощущениям и мыслям, чтобы наконец-то найти верное направление и не совершить ошибок. Близнецы на этой неделе будут настоящими пчелками. Придется знатно поработать. Более того, научитесь правильно расставлять акценты, чтобы успеть сделать все вовремя. Лучше максимально владеть всей сложившейся ситуацией. А в минутку отдыха обязательно посмотрите по сторонам и анализируйте. Все, что происходит с вами сейчас, совсем скоро может измениться. А изменится это в лучшую для вас сторону. Рак. Надо признать, что начало лета выдалось для вас немного трудным и не совсем таким, как вы хотели. Но не переживайте. Эта неделя – последний бой. Уже на следующей неделе вас ждет полнолуние в вашем знаке, что означает время желаний и новых жизненных планов. А пока что старайтесь не дергаться и плывите по течению. Лев. Вся эта неделя станет отличным временем, чтобы посвятить время только себе любимому. Записаться на йогу, сходить к косметологу, посмотреть документальный фильм или прочитать интересную книгу. Как вы поняли, нужно делать все для своей красоты и развития. А вот общение с людьми станет слегка затруднительным. Вас будут многие раздражать, а окружающие просто не смогут понять, что вы от них требуете. Дева. В целом, вся эта неделя для вас затишки перед бурей. Вам может быть скучно и непривычно, но этот пассивный период закончится на следующей неделе. У вас проснется желание жить и творить. А пока что звезды советуют расслабиться и получать кайф от этого покоя и разверенности. Сходите в кино или на встречу с друзьями. В общем, сделайте все, на что потом у вас не будет хватать времени. Весы. С этой недели у вас сложатся сложные отношения. Вы хотите от нее драйва и активности, а она преподносит вам только спокойствие и уединение. Лучше все же подчиниться и стать тихо-овечкой. По возможности часто отдыхать и иногда можно забить на дела. Ничего страшного не случится, если только это не срочные и не мега-важные дела. Копите силы для следующей недели и вот она-то поддаст жару. Скорпион, если многим знаком сейчас необходимо набраться сил и чаще отдыхать, то ваши силы уже выше крыши. Хочется скорее творить и стать номер один во всем, до чего ваши ручки дотянутся. Но не торопитесь и затаитесь. Ваше время наступит совсем скоро. Но о всех своих планах и намерениях лучше помолчать вплоть до следующей недели. А там уже пляшите как хотите. Стрельцы, ваше желание обязательно все понимать и все знать на этой неделе лучше оставить за дверью. Во-первых, вы все равно ничего не поймете. Да и понимать-то нечего. А во-вторых, научитесь наконец-то просто наслаждаться моментом, не размышляя, что это, откуда и зачем. Мы верим, у вас все получится. Ходите гулять в компании себя. Устройте себе свидание. Такой досуг пойдет вам только на пользу. Козирог, кто тут хотел все ночи подряд говорить по душам со своими друзьями? Получите, распишитесь, дорогие. На этой неделе вы буквально постоянно будете находиться в этом приятном ощущении тепла и родства со всеми, кто окажется рядом. Вы сейчас такие нежные и трогательные, как бывает очень редко. Позвольте себе насладиться этим временем, ведь совсем скоро придется включать голову. Водолеи на этой неделе звезды обещают вам все земные блага, но предупреждают, сами все не разрушайте. Это удивительно. Вы такие зайки-котики, но так умело можете подпортить репутацию сами себе. В общем, держите себя в руках, работайте на совесть и кушайте домашнюю еду. Она самая вкусная. А остальное придет вам в руки как-то само собой. Рыбы, вы долго и упорно шли к какой-то цели, буквально не жалели живота своего и постоянно работали? Ха, наконец-то приближается время, когда все пряники будут падать вам на голову буквально с неба. Точнее, эти пряники будут волшебными только для тех, кто вас окружает. Вы же сами понимаете, что заслужили все, что происходит. С вами была Марина Базилюк и гороскоп на неделю. С вами Александра Даниленко и новости киноиндустрии. Скучный сценарий. Сандра Буллок решилась на съемки «Затерянного города» с условием. Актриса попросила внести в историю изменения. Изначально Сандре Буллок предложили сценарий, который ее не устроил. Типично смелым должен был быть мужчина, а женщина типично менее приспособленная к суровым условиям. Подобная банальность оттолкнула актрису, но сама идея фильма пришлась ей по вкусу. Вернувшись к парамонт со своим условием, она все же заключила сделку. Студия согласилась на ее идею поменять характер и местами. В итоге Буллок исполнила роль смелой и мужественной Ларетты Сейдж, а тату местами женственного мужчины-модели Алана. Для женского персонажа не было никаких препятствий. И мужской персонаж такой, какого мы уже видели раньше, пояснила актриса в интервью Hollywood Reporter, чем ей не понравился изначальный замысел. Новый вариант, в котором Ченнинг показал менее традиционного для боевиков героя и раскрыл разные грани своего персонажа, понравился Буллок куда больше. Судя по неплохим кассовым сборам, актриса со своими изменениями не прогадала. Без бабушки Чубаки. Вселенную «Звездных войн» расширят новыми персонажами. Режиссер «Звездных войн» готовит сюрприз для фанатов франшизы. Тайка Вайтити заявил о планах добавить во вселенную новых героев, о которых поклонники еще не знают. По словам постановщика, он планирует населить в умышленный мир персонажами, которые бы превратили культовую сагу Джорджа Лукаса в большую историю. Судя по всему, автор больше не намерен возвращаться к старым узнаваемым героям. Сейчас режиссер занят продолжением франшизы, которая получила рабочее название «Звездные войны 11». По словам президента Лукасфильма Кэтлин Кеннеди, написанная тайкой история прекрасно вписывается в канон. Ранее франшиза уже подверглась критике за бездумное следование толерантности. Вселенная растеряла все шансы снова стать популярной. Стала известна официальная дата выхода сиквела «Грязных танцев». Известно, что в центре сюжета окажется новая героиня. Об этом ранее рассказывал режиссер картины Джонатан Левин. Ею станет молодая девушка. В основу истории ляжет ее опыт взросления в летнем лагере. Главная героиня предыдущей части, Бэйби, теперь отойдет на второстепенный план. Но ее история переплетется в сюжетной линии главной героини. Роль Бэйби вновь исполнит Дженнифер Грей. Создатели проекта анонсировали дату выхода продолжения популярной истории. Премьера фильма состоится 9 февраля 2024 года, сообщает портал Comic Book. Название картины пока держится в секрете. Имена других актеров, которые снимутся в фильме, тоже не названы. Тейлор Свифт пожелала попробовать себя в новом амплуа. Артистка является не только певицей, но и постановщиком. Она уже срежиссировала несколько клипов к своим композициям, в том числе к недавно вышедшему треку «All Too Well». Также она попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в комедии «Амстердам» Дэвида Рассела. Останавливаться на этом Тейлор не планирует. Знаменитость призналась, что собирается снять полнометражную киноленту. Детали этого проекта она пока держит в секрете. Свифт отметила, что проект, о котором шла речь, она полностью профинансировала сама, что является для нее отдельным поводом для гордости. Также певица заметила, что женщинам по-прежнему непросто выступать в киноиндустрии в качестве режиссеров. Многие американские артистки после успеха на экране или на сцене хотят занять режиссерское кресло. Например, недавно об этом задумалась Анжелина Джоли. Фильм «Одна» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ в минувшие выходные. Картина режиссера Дмитрия Суворова вышла в прокат 9 июня. В основу сюжета легли реальные события 40-летней давности. Лента рассказывает о столкновении в небе над Дальним Востоком военного самолета Ту-16 и пассажирского Ан-24, в котором студентка Лариса Савицкая летела со своим мужем. Среди всех пассажиров она единственная чудом осталась жива, упав с высоты более 5000 метров. В течение последующих трех дней девушка, получившая тяжелые травмы, продолжала бороться за жизнь в тайге. Главные роли исполнила Надежда Калиганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Мария Сокова и другие актеры. Второе место по популярности в прошедшую викинг-зан российский мультфильм «Кощей. Похититель невест» режиссера Романа Артельева, собравший 33,7 миллионов рублей за выходные. По сюжету вечно молодой Кощей не может найти себе невесту. Однако все меняется после того момента, как герой сталкивается с богатырем Варварой, которая пробуждает в Кощей истинные чувства. Картина вышла в прокат 9 июня. Роли озвучивали Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Роман Артельев, Екатерина Тарасова и другие. На третьем месте оказалась кинокартина Колина Тревору «Мир юрского периода. Господство», вышедшая в прокат 16 июня и собравшая более 30 миллионов рублей в странах СНГ. Фильм рассказывает о событиях, которые последовали после уничтожения острова Нублар. По сюжету, обитающие там динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Главные роли в ленте исполнили Брайс Даллас, Крис Претт, Сэм Нилл, Лора Дерн и другие актеры. Продолжение нашумевшего фильма «Джокер», который отчасти основан на комиксах компании DC, может радикально сменить жанр. По данным источников близких к производству, создатели сиквела рассчитывают на то, что одну из ключевых ролей в нем сможет исполнить популярная американская певица Леди Гага. Предложенный ей персонаж пока не называется, однако нетрудно предположить, что это будет Харли Квинн, которая в комиксах работала в психиатрической лечебнице, где содержался Джокер, влюбилась в него и стала сообщницей злодея. Ранее также было объявлено, что Хоакин Феникс приступил к изучению сценария второй серии, но официальный контракт с ним пока не подписал. Вероятнее всего, он сможет претендовать на значительное увеличение гонорара. Sony Pictures были вовлечены в 13 адаптаций комиксов Marvel, а Крэйвин, Охотник и Мадам Паутина доведут это число до 15 к следующему лету. Тем не менее, послужной список студии, не считая многих фильмов о Человеке-пауке и двух картин про Венома с Томом Харди, мягко говоря, был далеко не звездным. Так, Призрачный гонщик с Николасом Кейджем и Морбиус с Джаредом Лето были слабо приняты и показали слабые сборы. Поклонники скептически отнеслись к грядущей ленте Мадам Паутина. С того момента, как они обнаружили, что сценаристы Морбиуса, Мэтт Сазама и Берг Шарпи занимались проектом, но звезда Сиднисуини по-прежнему взволнована своим предстоящим дебютом в жанре. Звезда Эйфории призналась, что выросла на фильмах Марвел, а супергерои — это просто самое крутое, что есть на свете. Тем не менее, Мадам Паутина собрала интригующий актерский состав. Главную роль сыграет Дакота Джонсон. Детали сюжета пока остаются засекреченными, но поскольку производство, как ожидается, начнется в следующем месяце, мы скоро узнаем больше подробностей. Премьера кинокомикса намечена на июль 2023 года. Вы смотрели информационную программу «Ваши шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Программу подготовили Маргарита Коченович, Марина Базилюк, Александр Даниленко и Владимир Мухордов. Продюсер программы Андрей Буяльский. Партнеры программы «Музыкальная школа Джем» и фотостудия «Фотохабный Кубоколоса-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова